В клуб юных моряков я очень люблю ходить. Тут я познакомился с новыми друзьями. Я не хочу в будущем стать моряком. Мне это просто так, для развлечения. Хочу больше узнать о море, научиться все делать по морскому делу. Глебу Камынину всего 10 лет, однако мальчик уже разбирается в азбеке флажного семафора, умеет вязать морские узлы и считает, что ни одна компьютерная игра не в силах дать тех эмоций и впечатлений, которые он получает в клубе юных моряков. Несмотря на то, что Глеб серьезно не думал над тем, чтобы стать моряком, мама Наталья Камынина считает увлечение сына достойным внимания. Ребенок уже в этот кружок ходит около года. И ребенок заинтересован, ему очень нравится, он принимает активное участие в жизни этого кружка. Преподаватели молодцы, они как бы так сумели окружить детей какой-то теплотой, заботой. Они помогают им, они дают какие-то им советы. Ребенок доволен, мы довольны. Традиционная встреча с родителями – это не единственная форма работы, направленная на привлечение пап и мам в образовательный и воспитательный процесс клуба. Совместные турпоходы, речные путешествия на шлюпках и теплоходе, культурно-массовые мероприятия, посвященные морским и государственным праздникам. Все это позволяет родителям лучше понять выбор своего ребенка, а детям почувствовать поддержку со стороны тех, чье одобрение важнее всех похвал. Родители, видя, чем занимаются их дети, они сами с увлечением включаются в эту игру, в эту работу, и это, наверное, есть составная часть воспитательного процесса. В веселой и непринужденной атмосфере взрослые и дети соревновались в эстафетах, демонстрировали свои знания в интеллектуальных викторинах, а также с удовольствием приняли участие в игровой программе мероприятия. Можно сказать с уверенностью, встреча удалась, а значит, папа и мама еще раз убедились, что их дети сделали правильный выбор, отдав предпочтение загадочному и романтичному миру соленого ветра и морских брызг.